Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Коротенький апдейт по биткоину. Пока есть время что-то сказать. Вот, у нас ничего на самом деле не происходит. У нас идет боковик, мини такие пампы-дампы. И здесь, что интересно, на 15 минутках, это чисто для трейдеров апдейт, не для ходлеров. Ходлеры ходлите спокойно. Но на 15 минутках, если можно вообще делать теханализ, то вот у нас золотой карман прямо сейчас тестируется. Это как раз область 26500. И похоже, что мы готовы, собственно, к продолжению апдтренда. Но есть и пару тревожных значочков, знаков, звоночков. Короче, вот у нас стакан выровнялся. Посмотрите, сумма заявок более-менее ровная. Наверх и вниз. Просто до этого у нас был, на самом деле, бычий стакан, в плане, что заявок на продажу было гораздо меньше. И вот мы и летели. Плюс у нас вот тут, я вам напоминаю, что область по ТРДРу пустая. Так же, как вот была здесь и здесь, в общем-то, перед сливами. Такое происходит частенько. Но и не только перед сливами, на самом деле. Поэтому, да, здесь просто еще был шартовый уровень на 15 минутках. Уровень продаж. Мы его уже прошили. Вот он. Вот он, вот он. Но, тем не менее, мы все равно к нему находимся близко. Мы как раз на нем, точнее, сейчас и сидим. Если что. То есть это все может быть ложный. И что мы уходим в коррекцию. И там, напоминаю вам, что ближайший уровень поддержки у нас тогда 25 тысяч. Вот он был удержан много-много раз. Но я лично придерживаюсь лангового сценария, поэтому продолжаю держать позиции. По аудио взял вчера немного на локальном пике, поэтому в минусе. А так Dash, XRP и BTC. Там, кстати, про XRP ходят слухи, что BlackRock якобы перебросил свое внимание с BTC на XRP. Но это еще непроверенная информация. Так что напишите в комментарии, если вы в курсе об этом и правда это или нет. Но якобы они, короче, хотят поглотить весь XRP, поскольку они любят поглощать, а биткоин поглотить не получается. Получается только накапливать. Об этом, кстати, писали у нас в Telegram, в чате. Ребята, так что обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш Telegram тоже. И на бирже Femix, друзья мои, нереально крутая штука сейчас. Это предсказание цены биткоина с огромным призовым фондом и мультипликатором. На бирже Femix, я вам напоминаю, что еще также идет при минтингах биржевого токена XPT и SoulPass. SoulPass, вы можете наминтить бесплатно себе SoulPass, собственно, что я уже и сделал. И когда у вас есть SoulPass, вы можете голосовать. Вот, ну, короче, не обязательно ставить вот на эти, вы можете выбрать на какие хотите, можете вообще не ставить. Но это бесплатно и можно потом переголосовать. Это, типа, самые невероятные предсказания, 45 и 50 тысяч, поэтому я поставил на них, вы делаете, что хотите. Но акция на самом деле крутая и можно выиграть бесплатных монет. Так что имейте это в виду. Что-то еще вам хотел сказать. А, биткоин кэш. Хотел вам сказать про биткоин кэш, что на самом деле следите за ним, потому что он у нас с вами является локомотивом всего рынка сейчас. И также, соответственно, сигнализирует о том, что происходит. Так, смотрите, биткоин кэш у нас с вами отбился точно от золотого кармана на 4-х часовике и на дневке. И не сдул весь этот памп, как риппл и прочее, что показательно, что, возможно, это все-таки не фейкаут, а начало нового тренда, то есть разворот нисходящего тренда. Так вот, сейчас, соответственно, биткоин кэш у нас пробил нисходящее сопротивление в районе 205 долларов, которое у нас было вот здесь, вот здесь много раз. Мы вам об этом говорили. И ушел выше, поэтому давайте посмотрим, удастся ли ему закрепиться над этой линией, то есть ему, если он пойдет сейчас в коррекцию, то, грубо говоря, над 200 долларами, над 201 долларами, если он удержится, над 200 долларами, то это будет хороший знак для всего крипторынка. Потому что уже у нас с вами биткоин кэш отрос на 40% с этого локального дна. И сейчас, соответственно, оттуда, где мы плюс-минус сейчас, или вот от локального пика до этой линии сопротивления, нужно упасть всего-то на 11%. Можно даже, а не нужно, а можно упасть. Но можно и не упасть, потому что, смотрите, зеленые плотные свечи на дневке все еще рисуются. И, как правило, это может вылиться вот такую вот экспоненту. Так что будьте готовы ко всему. Ну, по Дэшу тоже хочу сказать, что он выглядит невероятнейшим образом, просто перепроданным. Дэш выглядит перепроданнее биткоин кэша, где мы его подбирали. И при этом смотрит он минимум вот сюда. Это 55 долларов, это его, опять же, нисходящее сопротивление, которое, скорее всего, он даже пробьет с большой вероятностью. С большой долей вероятности. Так что, ребята, тут дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Дот просили посмотреть еще. Дота у меня сейчас лонга нету. По Доту у меня ликвиднуло на небольшую сумму. Но он в падающем клине. Он собирается выйти из этого падающего клина. Я немного раньше вот здесь заходил. И я что-то, наверное, короче, наторговал. Так, не... Я тут что-то налосил прилично. В общем, буду тоже его на самом деле подбирать. Я думаю, что в ближайшем будущем тут, скорее, какое-то вот такое у него есть сопротивление, которое он плюс-минус вот и собирается идти пробивать. Так что цели какие по Доту, ну, я не знаю, по выходу из такого падающего клина, это как минимум возврат на 8 долларов, на 7,9. Но вообще вот я бы целился вот сюда, на предыдущую поддержку, в район 16 долларов по Доту. Не знаю, насколько быстро, но я думаю, что мы туда вернемся с высоченной долей вероятности, а то и на все 20. Вот и все. Все, а сейчас, по ходу, начнется To The Moon, после того, как я закончу запись этого видео. Поэтому всем профитролей торгуйте осторожно, с расстановочкой, с умом, как говорится, и сообразительностью. Вот. Ну, а у меня на этом все. Это был Гриня. Не забудьте про то, что Femex раздают сейчас просто бесплатно крипту. Вам все, что надо, это наминтить этот самый паспорт. Причем за это даже эфир платить не надо. Там подключаешь Metamask, и это бесплатно. И проголосовать вот здесь, вот сколько будет стоить биткоин в конце следующего месяца, 31 октября. Всем спасибо профитролей, и до новых встреч, пока.